Как чувствует себя здравоохранение Чувашии? Об этом говорили сегодня на расширенной коллегии Минздрава. Ведомство подводило итоги 2015 года и делилось планами на 2016. В разговоре принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. В докладах со сцены в филармонии, где сегодня собралось медицинское сообщество, звучало много цифр. Однако главное – демографическая ситуация со знаком «плюс». В республике родилось на 872 человека больше, чем умерло. И такая тенденция – уже четвертый год. Впервые за последние годы мы перешагнули, причем уверенно перешагнули рубеж в 71 год. И буквально вчера были опубликованы данные Росстата. Средний возраст продолжительности жизни в Чувашской республике составил 71,35 года. 2015 в республике был годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как итог, по сравнению с 2014 по этой причине умерло на 350 человек меньше. Однако это по-прежнему главная причина смерти. За год проблему не решить. Проекты и мероприятия по борьбе с болезнями органов кровообращения в 2016 году продолжатся. К ним добавятся новые. Нынешний год в Чувашии объявлен годом борьбы с болезнями органов дыхания. Привить от ОРВИ и гриппа, которые дают осложнение в виде пневмонии, в 2016 планируют 40% населения. Из 13,5 миллиардов рублей, которые в прошлом году влили в медицину республики, значительная часть пошла на обеспечение льготными лекарствами, капитальный ремонт медучреждений. Значительным достижением было в прошлом году выделение дополнительных средств из федерального бюджета на строительство хирургического корпуса онкологического диспансера. И мы в полной уверенности можем сегодня сказать, что в этом году онкологический корпус будет введен в строй. Хирургический корпус станет еще одним высокотехнологичным медицинским учреждением, который будет работать не только на здравоохранение, но и деловой климат республики. Как, к примеру, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Более 60 регионов Российской Федерации сюда приезжают, попали к врачу, зарегистрировались, ни копейки никому не платят. И ряд других учреждений. Пожалуйста, микрохирургия ГЛАЗа, филиал их по Российской Федерации 13, он является лучшим среди других учреждений, которые занимаются оказанием уже других качественных услуг в сфере микрохирургии ГЛАЗа. Новое оборудование, современные корпуса, доступные лекарства. Все это очень значимо. Но как бы банально не прозвучало, главное в медицине – люди. Закончилось заседание коллегии награждением медицинских работников. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.